Приветствую вас. Давайте попробуем посмотреть на вашу ситуацию вот так, как вы ее описываете. То есть 7 лет вы жили в браке с одним мужчиной, от которого у вас есть ребенок. Жили тихо, спокойно. Непонятно, правда, любили вы его или нет, но тем не менее. Встретились вы с другим мужчиной, влюбились в него, он готов забрать ваш ребенка. Ну, это само по себе вообще-то естественное и нормальное явление, хоть и неприятное, но нормальное явление, когда наш мужчина встречает женщину, замужнюю женщину, что вот очень важно, замужняя женщина. И он влюбляется в нее и готов сделать все, чтобы как-то вот с ней быть вместе. То есть, по сути, это нормально. То, что вы влюбились, в целом тоже нормально. То есть, в этом нет чего-то сколько-нибудь ненормального, что вы влюбились в другого мужчину. Потому что, ну, объективно сердцу не прикажешь и вы не можете приказать, не могли приказать точнее своему сердцу, что вы влюбились. То есть, в принципе, само по себе это наркан. Наркан. Но, дальше вы пишите достаточно серьезную вещь о том, что вы боитесь развода. И вот здесь не совсем понятно, почему вы боитесь развода. Чем он вас так пугает? И вот этот страх, по сути, мешает вам нормально, адекватно реагировать на происходящее с вами. Нужно понять, какова причина вашего страха развода. Я думаю, что коллеги скажут вам, в принципе, то же самое, что у вас имеется страх развода. И вот он, этот сам страх развода, является основным триггером, который не позволяет вам жить поздной жизнью и принимать решения. Ну, соответственно, для вас это и является первой степени. Понять причину вашего страха. Понять, почему же развод вас так пугает. Потому что это не нормально. Все равно вас так пугает, люди разводятся. Да, это неприятно. Да, это очень редко бывает. Позитивным, конечно же, но, простите, если вы любите другого мужчину. Если мужчина говорит вам, что хочет быть с вами, что готов забрать вас, вашего ребенка, и с этим все хорошо, а вы любите его, то совершенно непонятно. Почему вы продолжаете вредить себе и своим детям, так говоря, а также своему мужу. Потому что мужчина, ваш муж, он тоже, ваш муж, он тоже переживает, однозначно, он тоже находится на распуте, ему тоже сейчас тяжело. И чем быстрее вы эту ситуацию разрешите, тем быстрее ваш мужчина сможет жить своей жизнью. Полноценной жизнью. Но момент заключается в том, основной, чтобы вы для себя решили этот вопрос. Чтобы вы поняли, что вот так, как вы живете сейчас, это, ну, по сути, не счастье для вас всех. Для ребенка, для детей, для ваших, значит, для вас, для мужа, для вашего другого мужчины и так далее. Ну вот, нужно разобрать страх перед разводом. Может быть, вы стали свидетелем каких-то очень ужасных последствий развода. Может быть, ваши родители очень, ну, очень показательно себя вели, и из-за этого, значит, вы боитесь теперь развода. Быть может, есть что-то еще. То есть, сказать так однозначно, к сожалению, нельзя, потому что не очень понятна причина. Но я думал, я думал, что все решено. Главное, главное, чтобы у вас было желание совершить свою проблему. Главное, чтобы вы хотели этого сами. Если хотеть будете, то и проблем у вас не будет. Конечно, с его страхом надо бороться. Страх, он вот так сам по себе не уйдет. Он будет появляться, он будет мешать вам. Как бы, это не очень хорошо, что он мешает вам. И, соответственно, с этим нужно разобраться. С этим нужно что-то делать. Это нужно пройти. Это нужно побороться. Ну, побороться, слово, не совсем правильно. Я бы тут сказал немножко другое. Я бы сказал, что нужно понять, какие потребности и желания вы пытаетесь удовлетворить за счет этого страха. От чего вы пишите, что вы пытаетесь скупировать этим моментом. И вот уже в зависимости от этого и стараться думать, как вам можно помочь. То есть вариантов здесь на самом деле не так. Для вас много именно в том, чтобы делать дальше. Либо вы поступаете вот так, как я вам сказал, да, как вот я пояснил вам. Либо вы действуете иначе, но тогда будут у вас большие проблемы. К сожалению, так. На этом, я думаю, можно закончить ответ на наш вопрос. Мне кажется, более чем подробно я на него вам ответил. Я надеюсь, что вы примете верное решение относительно того, что будете делать дальше. Я надеюсь, что вы выберете все-таки борьбу со страхом. Я надеюсь, что вы все-таки примете решение жить без страха. Ну, а если вы примете такое решение, то я буду рад вам в этом помочь. Если есть какие-то дополнительные вопросы у вас остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго, удачи и верного решения.